Ничто не заменит живого общения. Понял это еще в предвыборную кампанию. Поэтому и хочу продолжить эту традицию встреч с жителями. С этих слов Станислав Воскресенский начал свое общение с аудиторией. Под одной крышей в областном центре собрались все, кому не безразлично судьба малой родины. Вопрос к губернатору можно задать напрямую и сразу получить ответ. Нынешнему главе региона стоит отдать должное. Ситуация владеет, готов обсуждать острые вопросы и делиться переживаниями. Что меня беспокоит сильно, меня беспокоит, что люди в основном живут бедно. И беспокоит, конечно, уровень и качество жизни, работа любой власти, как раз заниматься и уровнем, и качеством жизни. Надеюсь, что нас с вами вместе это получится. Еще отдельно беспокоит иногда отношение к делу. Мы, наверное, сегодня об этом поговорим, будут вопросы. Один из первых вопросов из зала о поддержке сельского хозяйства. Станислав Воскресенский пояснил, финансы, которые выделяли раньше, это капля в море. Поэтому и состояние отрасли такое плачевное. Сейчас поддержка фермеров в денежном эквиваленте возрастет в разы. Плюс в регион заходят несколько крупных проектов. Не секрет, что сейчас нужно предпринять колоссальные усилия, чтобы в принципе сохранить село в Ивановской области. Как сделать так, чтобы была жизнь на селе? Нужны инвестиции, проекты. Есть работа. Сразу появляются и детишки, и так далее. Вот у нас, например, если мне изменяет память, в Нижнем Ландыхе, по-моему, в этом году, к сожалению, всего в первый класс один человек пойдет. Представляете? Не повезло этому ученику. Но как это исправить? Как это исправить? Нужно туда приземлять какой-то сельхозпроект, чтобы появились рабочие места, поехали семьи, и тогда и детишки пойдут в школу. Поэтому для нас развитие сельского хозяйства – это не просто вопрос экономики. Год работы Воскресенского в регионе можно считать плодотворным. Каждому представителю из района было за что благодарить губернатора. Много работ разного плана выполнено в Кинишме. Я сегодня приехала сказать вам большое спасибо. Почему? Потому что столько, сколько сделано в этом году, никогда у нас не делали. У нас отремонтировали мост, у нас пустили пароходы, у нас практически отремонтировали шкуру Фурманова, отремонтировали больницу. То есть практически такой большой объем, и тем более облицовка и благоустройство было очень много сделано. За каждым спасибо следовало свое «но». Проблем еще очень много. Плохие дороги, обманутые дольщики, медучреждения, которые не ремонтировались десятилетиями. Или вот спасибо за ласточку, но нужен еще дневной рейс. Я не считаю, что это нас постоянно будет именно в этом формате. Мы все-таки не останавливаемся на месте. Должно быть еще удобнее. Мы над этим с РЖД работаем. Я сейчас не хочу раскрывать конкретику, но чтобы вы понимали, вот так как сейчас, я не считаю, что это хорошо. Я считаю, что временно проблему решили. Просто какая-то связь с Москвой. Должна быть еще более комфортна. Что касается дневной ласточки, вы знаете, мы сейчас попробуем это с РЖД на праздники. Там будет поезд 30-31 и 7-8. В планах губернатора по благоустройству привести в порядок малые города. Мы планируем уже весной 2019 года заняться благоустройством и Юревца, и частично пока Кинишем. Мы с Кинишем, мы договорились, что мы будем, там много есть вопросов, очень будем двигаться аккуратно, выверенно. Еще раз, считаю, что мы должны делать, ну если не на века, то на десятилетия вперед. Поэтому важно выверить, договориться всем. У нас, кстати, говорят, честно вам признаю, по Палюху тоже не все так гладко. Кое-какие элементы благоустройства вызвали все-таки вопросы. Мы с жителями как договаривались? Снег растает, мы весной посмотрим, вернемся к каким-то вопросам. Отдельное внимание в будущем году благоустройству Иванова. Как организовать пространство уже думают лучшие архитекторы, в том числе и европейские. Но все обещают обсудить с жителями. Тем более, что для губернатора такой формат без посредников, судя по всему, наиболее комфортен. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.